Добрый день, уважаемые трейдеры компании A-Markets. Поговорим сегодня о том, что газ в Европе бьет очередные ценовые рекорды. Турецкая лира пробивает дно. А в России решили включить бюджетное правило. Ну, еще не решили, но хотят, обсуждают это. Антон Силуанов в очередной раз говорит о том, что нужно, чтобы она заработала. И чтобы сверхдоходы от продажи нефти аккумулировались не в долларах, а в юанях. Как это повлияет на рубль и о других моих торговых сигналах на прибыльные сделки, поговорим в сегодняшнем выпуске. Как мы видим, цена на газ приближается к линии сопротивления. Она уже от нее немножко отбивалась. Вот и сейчас двигается дальше. Учитывая конъюнктуру того, что цена на газ будет расти, можем рассчитывать на что? На то, что цена пробьет дальше эту линию сопротивления. Сейчас продавать мы здесь не будем от линии сопротивления, потому что уже была коррекция. Но в дальнейшем, если цена пробьет, мы можем вернуться опять к этой линии сопротивления. Это будет зеркальная линия поддержки. И рассчитывать на рост дальнейшей цены на газ. Вот в таком формате мы можем рассчитывать на покупку от линии поддержки зеркальной и росте в дальнейшем газа. Что касается турецкой лиры, вообще две последние недели была очень интересная картина, когда лира отбивалась от некого уровня 17.96. И это ярчайший пример валютной интервенции, когда цена доходила до этого уровня. Центробанк Турции проводил интервенции, и цена опять укреплялась. Ну, потому что у нас доллар к турецкой лире, поэтому это снижение выглядит как укрепление. И можно было достаточно интересно зарабатывать на этой картине. Сейчас, после того, как турецкий Центробанк решил ослабить процентную ставку, несмотря на то, что ее вроде как надо было бы укреплять, потому что турецкая лира уже многие годы ослабляется к американскому доллару. Но, видимо, решили занять другую позицию, поэкспериментировать и в этот раз ослабить процентную ставку, что в свою очередь закономерно ослабило турецкую лиру. Какую точку входа мы здесь можем найти? Если цена приблизится обратно к этому уровню, это будет линия поддержки, зеркальная линия поддержки, то можем рассчитывать на дальнейшее ослабление лиры, то есть рост пары доллар-турецкая лира дальше наверх и зарабатывать на росте. Евро-доллар движется вниз, вообще он ослабляется. Сейчас доллар укрепляется, а поэтому все валютные пары практически ослабляются к доллару. Поэтому ждем евро-доллар внизу на уровне 0.9951. От него можем купить краткосрочно. Если же пойдем дальше вниз, то можно будет продавать уже потом от линии сопротивления. Это зеркальная линия сопротивления. От нее можно будет продавать. Если мы движемся вверх, то у нас здесь есть две линии сопротивления. Это зеркальная линия сопротивления в районе цены 1.095 и чуть повыше. Есть две линии сопротивления. От них можем продавать. Британский фунт также движется вниз. Похоже как на евро. Кстати говоря, очень интересно. посмотрите мне на канале видео про корреляцию здесь похоже будет ситуация которой я рассказывал в том видео на котором я иногда зарабатываю на корреляции если вот у нас евро и фунт двигают двигаться вниз однако фунт опережает если фунт пробьет и линию поддержки если фунт пробьет линии поддержки то мы можем ожидать такого же пробития от евро то есть можем делать ставки на продажу евро так что обратите на это внимание если фунт двинется все таки вверх у него также если не сопротивления зеркаль на от неё в районе цены 2007 3 можно будет продавать доллар канадец движется вверх но у него есть внизу линия поддержки я обозначил синим квадратом а вверху линия сопротивления от нее можно будет продавать британский фунт швейцарскому франку движется вниз но если вернемся обратно вех то у нас здесь есть линия сопротивления тоже зеркальная вообще этой неделе много зеркальных линий это очень хорошо я их люблю от этой линии можно будет продавать это цена 1 15 27 также есть чуть выше это для тех кто любит усреднение если здесь вошли не очень хорошо то можно будет и средницы на этом уровне о том как правильно усредняться потому что усредняться вообще я не рекомендую но если кто-то усредняется я на обучение рассказываю как правильно поэтому кому интересно обучение иногда свободное время я занимаюсь этим ссылочка будет у меня в описании на моем канале ссылка в описании к этому ролику полный обзор по остальным валютам смотрите у меня также на канале ссылка в описании также все на канале с моим подписчиками обсудил ситуацию о том как повлияет включение бюджетного правила в россии раньше она работала на доллары сейчас хотят применить ее к юаням вполне возможно что это ослабит рубль а сейчас давайте посмотрим какие экономические события на этой неделе нас ждут понедельник вторник особых новостей нет среда среда тоже достаточно спокойно вот четверг будет у нас ввп германии будет снижение ввп поэтому это может ослабить евро вечером в четверг также будет новость пвп по америке и число первичных заявок на получение пособий по безработице эти две новости также могут спровоцировать волатильность повышенную в пятницу особых новостей нет вообще неделя достаточно спокойная поэтому можно ожидать что технический анализ будет хорошо работать а следовательно вы сможете заработать на моих сигналах еще раз повторю полный обзор у меня на канале ссылочка в описании желаю всем успешной торговой недели торгуйте с удовольствием всем пока